Куда это вы? Уходите. Повторный прием к Михаилу Петровичу. Эти никто не видит, что мы поехали втихаря, кинуться нету Рады. Где-то наша дочь, а сейчас Марсик бежит. Одну секундочку, залазь, а я ворота закрою. Марсюшка, ну оставайся на хозяйстве. Поехали мы к Михаилу Петровичу. Сейчас я открою. На нашу сетю похоже. Да я подкрыл. Ну и тут же закрою. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Глаз у нас, полюбуйтесь какой красивый. Держим. А то все гонят. Тетя мое солнце. Без драк, как без пряника. У меня и противоспалительная с антибиотиком, которая капала. Как долговый, так с таким глазом красивым живет. Ну подожди. Что там? Ну это самое главное, что глаз кормится. Придерживай, чтобы не упал. Самое главное, что глаз кормится. Потому что бывает иногда приходится удалять глаз. Это когда глаз начинает сохнуть. Хорошо. Ну будем видеть. Это радует. Так, ребята мои дорогие. Пока капаем. Я вот сейчас укрою противовоспалительное. Сегодня у нас первое. И по-хорошему вы мне нужны в субботу. Так мы или собачка? Ну хотите вы маска льну. Лишь бы собачке помаловала после укола. Понятно. Можно и нас кольнуть. Можно и вас кольнуть. Вот. Единственное, смотрите, в субботу я работаю до 12. Поэтому обязательно вы мне нужны. Даже если легче, в любом случае всем объясняю. Ребята, частичное облегчение. Не надо расслабляться, как говорится. Поэтому, ну будьте с глазом, слава Богу. Так это что, просто рана у меня? Это просто удар сильный. Просто сильный удар. Мало бы тебе хуже, да? Мало бы тебе хуже. Иногда же мне приходится у глаза удалять. Угу. И дальше. А сам череп маленький. Поэтому у них глаза держатся только на мышцах. Выскакивает бывает, да? Да. Часто и густо при камах. Если там машина сбила, еще что-нибудь. Бывает, что приходится удалять глаза. Это владельцам, у кого есть пекинесы, да? Любые кривоморды, англичане, французы, пекинесы, все кривомордые собаки, из-за того, что череп уменьшен, а глаз все равно, природа берет свое, он должен хорошо видеть. Вот. Поэтому надо быть всем осторожными глазами. Любая травма может привести к удалению глазах. Ой, да уже сейчас разделяем их уже. Тетя моя собака. Да ты вот, так учитывая, что кастрированы. Это ж ужас. Что ж вы все делите, не поделите. Так девчата, главное, лезут. У нас бульдоги отдельно, а которые дворовые, он отдельно. И у них межкланов в любой. Это все равно, межклановые, так сказать, никак они не поделят жизнь. И теперь у нас уже подрастающие поколения. Михаил Петрович, а я... Капельки все правильно, капаем, обрабатываем. Да, да, все правильно. Это обрабатываем глаз. Да, 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 это физраствором, на принципе. Да. Можно простым кипяченой водой, остывшим, можно физраствором. Можно слабым раствором фурацелина, ромашки, чаем, но только очень слабым раствором. В субботу до обеда обязательно выберу жир показаться. Михаил Петрович, еще вопрос. Вот у меня еще большая собачка, Федя зовут, он ничего не ест. Чем? Когда он не ест? Да уже месяца три, наверное, четыре. Да он густок. Ну, он же... Черезчастичный. Он глиняный этот. Знаешь, такой сидит в саду у меня. Чем его кормить? Издеваетесь, Леонидыч, издеваетесь. Знаете что? Я вам тогда по-еврейски вопрос отдам. Тогда наслучку приводите к моему бетонному, который сидит перед ходом в клинику. А я же сегодня показываю на него, такой же похож на нашу Федю. Очень удобно, что не ест. У меня уже не ест шестой год. Шестой? Шестой год не ест. Маститься. А еще вопрос. Я сегодня зашел и кричу, ау! Выходит Михаил Петрович. Ох, я думал это кто-то молодец. Хотел матом. Он ответит нормально, знаешь. Хорошо сдержался. Нельзя это слово произносить, да? Да. Ау. Так, ну что, значит мы приезжаем тогда в субботу и тогда... Обязательно. Я понял. Если вдруг он увеличится в два раза, либо начнет течь. Такое бывает. Бывает всякое исключение из правил. Тогда не ждем в субботу и едем. В общем, если экстренное что-то, ну понятно. На все эти. Более на дне и ночи я на связи, поэтому мало ничего. Добро. Не болейте. Дверь не открывайте. Ну что, открываем, мои любимые собаки. Не можете жить вы спокойно. Что ж за порода такая? Все, удачи, не болейте. До свидания. До свидания. До субботы. Деньги ж заплати. В субботу. В субботу все. Все в субботу. Все в субботу, сказал Михаил Петрович. Ну что, вот показали. Вовремя все. Ой, горе собаки. Ну что, едем домой. Ну все, успокоилась. И угольчик поддействовал. Ну, вовремя мы приехали. Потому что он как бы стал уже все равно меньше красных глаз. Ну, в таких случаях лучше к специалисту обратиться. Успокоит, скажет. Все нормально, нормально. А бывает так. Эх, ребята, ребята. А шо ж вы затянули так. А ведь надо было еще вчера привезти. И такое бывает. Хорошо, что это Михаил Петрович наш друг. Он уже всех собачек наших наизусть знает. Он даже, видите, как пообещал своего с нашим Федей случить. Собачку бетонную с бетонной. И будут маленькие джерики у нас. Так, ну что, едем домой. Ну что, меньше дрожишь уже. Мы просто покатаемся. Никто тебе не будет ни укольчиков делать. Ничего. Закрывай дверь. Все, просто прокатимся. Посмотрим. Ты что так, Михаила Петровича, боишься? Он тебя не боится. А ты его боишься. Почему-то они на уровне интуиции собачки чувствуют, когда их везут в ветлечебницу. Вот и папка тоже так же трясся. Один Марсик, он невозмутимый. И Мирка тоже. А эти вот двое почему-то плохо переносят в ветлечебнице. Даже одно упоминание их в ступор приводит. Дрожать начинает. Приехали. Марсик, принимай. Марсик, смотри, смотри. Ты смотри, что делает, а? Лирик. Лирик. Марсик, Марсик. Вик. Марсик. Марсюшка, не надо. Он просто уже чуть-чуть. Малейшая провокация. Зачем ты к ней подходил? Малейшая провокация и опять драка. Хватит нам. Все. Мы теперь так, по принципу, разделяй и живи. Все. А ты? Не подходи. Лирик. Лирик, все, хватит нам дракать их. Успокойся. Побежал. Где-то сейчас. Вот за малым. Была бы драка бы. Ой. Ну и мне тоже надо быть бдительным. Фух. Ой. Вот. Детишки-бульдожки. Сколько хлопот с ними. С одним джериком. Никаких хлопот. Пыль только протираем у него с ушей. Вот тут за ушами пыль собирается. И мы иногда протираем. И все. Что тебе в дом пустить? Сейчас пущу. Один момент. を andremos д�ät. Вот так вот. И так.